Есть такой у нас фонд ДФР развития, финансируется он государственное, с областного бюджета. Утепление фасадов зданий, он дает свой эффект. У нас на сегодняшний день есть два проекта по золотой рыбке. Это садик наш МВК «Соночка», который есть, пока, к сожалению, не финансируется. И есть эффект от финансирования первой школы. Два с половиной миллиона было выделено с областного бюджета, порядка миллиона мы выделили с местного бюджета. То есть после утепления школы однозначно климат улучшился, комфортнее стало детям пребывать. И на порядка 30% расход энергоносителей уменьшился. Поэтому я думаю, что эти все начинания нужно продолжать. Мы видим, что это делается и в частном секторе, и в домах, и нужно это делать у нас. Потому что все-таки энергоносители стоят денег, и нужно экономить. И мы все-таки рассчитываем, что с местным софинансированием это нужно продолжать делать, и это дает свой эффект. Также мы были сегодня в лагере имени Шмидта. Так он у нас громко прозвучал, он не так давно был выкуплен определенной компанией, не важно с кем она связана, но он был выкуплен. Люди там собирали что-то делать. Сегодня прокуратура прозветовала, что мы такие молодцы, мы его вернули назад, а дальше что? Мы с головой выехали, посмотрели. Как был там бедлан, как она была заброшена, так и осталась. Поэтому у нас на сегодняшний день и у жителей, и у руководства города вопрос, а что дальше? Ну толку, что его вернули. Во-первых, еще полтора миллиона надо вернуть, они еще не знают, где их взять. Вот областным депутатам предстоит это решать, этот вопрос. Это коммунальный запрос. Да, во-вторых, что дальше? Прокуратура молодец, да, отработала, вернули, а что дальше? Поэтому есть вопрос. Были мы также сегодня на территории курорта Ощако, 18 гектаров. У нас у всех такое впечатление, что его, ну, как будто специально кто-то доводит до того состояния, чтобы потом там было то же самое, что и на территории госпиталя. Был у нас проблемный вопрос и по территории Министерства обороны, это наш госпиталь бывший. Территория, которая больше 10 лет уже заброшена, нам ее не передают и не решается. 10 лет назад там еще был госпиталь, он был рабочий, потом это все забросилось. Есть проблема, это курортный зон, это рекреация. Есть проблемы. Потом, значит, еще одна из проблем, это наши очистные сооружения, которые рассчитаны на прием стоков порядка 11 тысяч кубов, а принимают до тысячи. Проблема строительства локальных сооружений. Мы готовы софинансировать, но однозначно одним бюджетом город это не вытянет. И также проблема берегового укрепления. Это проблема не только города, это проблема всего района. Там, где местно делается береговое укрепление, оно только там и дает эффект. А в другой стороне оно оказывает негативное влияние. Это и пример города Очакова, и лагерной косы, где на конце нам мыло, а в среде не смыло. То есть эта проблема, в том числе она касается и нашего госпитального пляжа, и детского пляжа, и лестницы. Проект на ее реконструкцию с береговое укрепление уже готов. Тоже хотим какой-то определенной помощи. Я вам сейчас расскажу. Что касается бюджета города. Бюджет города, именно наши властные доходы, порядка 40 миллионов где-то. Это то, что собирает город Очакова. И задача наша, я вам не буду говорить, что конкретно бюджет развития, но порядка 20-30 процентов, задача наша, и мы стараемся с ней справляться, оставлять денег на развитие. Это не важно, бюджет развития или за текущими ремонтами мы делаем. На сегодняшний день 2 миллиона 900 тысяч у нас запланировано на ремонт дороги внутри дворовых проездов. Это планово. 800 тысяч запланировано на ремонт тротуаров. Порядка миллиона у нас запланировано на реконструкцию водопроводно-конзинационных сетей. Это то, что мы делаем у себя внутри. То есть мы стараемся уйти от бюджета проедания к бюджету развития. Потому что нас многие упрекают, что мы где-то там что-то сокращаем. Но поймите, если мы будем все проедать, то мы вымрем. У нас вот анализ за 10 лет минус 1000 детей. Это очень серьезный звонок. Да, мы сейчас приняли решение, закрываем третью школу. Но на ее базе хотим сделать, организовать досуг для детей. Тот же золотой колос, который мы забрали с района, он сейчас на городском бюджете. Так называемые, как раньше были, дома пионеров, как они раньше были. Мы хотим досуг для детей там организовать. Поэтому большое внимание уделяем развитию спорта. Мы в прошлом году за счет перевыполнения бюджета вернули в коммунальную собственность наш городской стадион. Сегодня вкладываем деньги в ремонт. Вернули в коммунальную собственность наш кинотеатр. Планируем делать кинотеатр.